МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы, наверное, привыкли к тому, что забота о нашем здоровье всецело принадлежит докторам. Наверное, это не совсем правильный подход, не совсем правильная позиция. Я думаю, что каждый человек должен о себе заботиться сам. И тогда его жизнь будет более продолжительной, более полноценной. А врачи в этом смысле – помощники, направляющие человека в сторону той самой качественной жизни. Уже несколько лет на базе городской больницы номер 4 проводят диспансеризацию определенных групп населения. Специалисты выявляют хронические неинфекционные заболевания курян и рассказывают о профилактике. Как правило, это такие заболевания, как онкологическая патология, болезни сердечно-сосудистой системы, болезни дыхания, органов дыхания, сахарный диабет. И, вы знаете, в общем-то, смертность от данной патологии доходит до 80%. Поэтому мы стремимся выявить все эти патологии на ранних стадиях, что иногда даже помогает и спасти жизнь пациенту. Диспансеризация проводится в несколько этапов, но каждый организован так, чтобы пациенту было максимально комфортно и удобно. Анкетирование, измерение антропометрических данных рисует так называемый портрет здоровья человека. В кабинете функциональной диагностики вам сделают электрокардиограмму. Это самый доступный и проверенный метод исследования сердца. Если мы видим какие-то нарушения ритма или еще какие-то нарушения, мы можем на ручном режиме продлить это исследование, и уже потом больной получает рекомендации по дальнейшему. То ли это холтеров с комментариями, то ли дополнительные потом мы исследования назначаем. Здесь же исследуют и функции внешнего дыхания. Спирометрия, вот у нас аппараты микролаб, современные цифровые аппараты. Если здесь нарушения идут, это значит нарушения бронколегочной системы, заболевания какие-то. У нас еще есть другой кабинет, где мы делаем еще холтеровское мониторирование, вот, и суточное мониторирование АД. Это у нас идет тоже контингент больных как стационарных, так и поликлинических. Это процедура более информативна при нарушениях ритма, при ишемиях. Вот мы пытаемся, значит, для кардиолога в основном, врача, уже скоррегировать диагноз, как-то помочь в этом. В этом кабинете определяют остроту зрения и бесконтактно измеряют глазное давление. Отклонение от нормы может сигнализировать о глоукоме. Чем раньше мы ее выявляем, тем легче потом лечить больных. Если мы ее выявляем на более поздней стадии, то эффекта от лечения, как обычно, особого не бывает. Чем раньше, тем лучше. Поэтому и есть единая диспансеризация для населения. Я призываю всех, проходите диспансеризацию, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Это очень-очень нужная вещь. Исследование крови – неотъемлемая часть диспансерного обследования. Общие анализы и биохимия расскажут, есть ли у вас анемия, дислепидемия, диабет или заболевание печени. Проходя диспансеризацию, пациент может пройти достаточно широкий перечень лабораторных исследований и уже на следующий день получить достоверную информацию о состоянии своего здоровья. Мы можем определить и состояние мочеполовой системы, сердечно-сосудистой системы, уровень глюкозы и холестерина, что сейчас является одним из самых важных показателей. Любое исследование проводится в тот же день, и в течение 8 часов результаты готовы. Достоверность информации гарантирует современное высокотехнологичное автоматическое оборудование и никакого человеческого фактора. Врачи напоминают, к сдаче анализов нужно правильно готовиться. Необходимо соблюдать режим натощак, то есть пациент не должен принимать пищу в течение 10-12 часов, избегать инструментальных обследований, это УЗИ и ФГДС, и, конечно же, физической активной нагрузки. Лекарства, которые назначены пациенту, лечащим врачом, отменять пересдачу анализов не стоит. Кабинет флюорографии. Малодозовый цифровой аппарат, безопасный для пациента, гарантирует высокое качество изображения. В день выполняется до 100 флюорографий, даже он может больше выполнять, в год около 15 тысяч. То есть достаточно высокая пропускная способность для раннего выявления рака в органах грудной клетки. Рядом готов к работе маммограф. Женщины охотно проходят обследование молочной железы, ведь эта онкопатология по диагностике занимает второе место после рака кожи. Это последняя модель рентгеновско-аналогового маммографа «Мама-4МТ», предназначена для получения высококачественного изображения молочной железы с целью раннего выявления рака молочной железы. Легкий в обращении, малая доза облучения получает женщина и преимущество в автоматическом выборе экспозиции для разных размеров молочных желез. Продолжая тему современных технологий, нельзя не сказать о компьютерном томографе и об МРТ – популярной информативной методике, которая дает полный развернутый диагноз для дальнейшего эффективного лечения. Мы видим довольно выраженные дегенеративные изменения в дисках. Предварительный диагноз будет «брыжа шейного отдела». Вот она, мы ее хорошо видим. И мы видим, что идет компрессия спинного мозга. От этого будет, естественно, вся клиника. Они менее в руках, могут быть головные боли. В коммерческих центрах эта процедура, мягко говоря, не дешевая. Для пациентов 4-й горбольницы ее проводят совершенно бесплатно. Тот же шейный грудной отдел позвоночника по поводу «брыж-протрузи» делается только на МРТ. Золотой стандарт – это МРТ всех отделов позвоночника и отдельные заболевания головного мозга. Это тоже составляет наше 95% всех исследований. Ну и крупные суставы. То есть повреждения менисков, повреждения связанных с мышечным аппаратом мы можем оценить только при помощи аппарата МРТ. И все же вернемся к диспансеризации. Пройдя всех специалистов, пациент попадает к терапевту, чтобы услышать диагноз и узнать, есть ли у него факторы риска развития того или иного заболевания. Направляем в кабинет профилактики для дальнейшего углубленного консультирования. Там они получают памятку о питании правильном, о образе жизни. Немаловажный факт – в 4-й горбольнице заботятся и о том, чтобы пациенту было приятно здесь находиться. Чистота и уют – помощники в лечении. В холле сделан ремонт, обновилась регистратура. В помощь курянам – инфоматы, где можно записаться к любому специалисту, минуя очередь. В расписании докторов у нас открыты практически ко всем специалистам поликлиники запись по госуслугам. Правда, наши жители не очень охотно пока этим пользуются, но будем надеяться, что это приобретет актуальность у нас. Здесь же работает пост измерения артериального давления. Быстро, вежливо и никакой записи. Сплошные удобства. Мы измеряем давление, спрашиваем у больного, к какому доктору он идет. Если вдруг на диспансеризацию, то сразу выдаем маршрутку, направляем. Если у кого-то повышенный, значит, соответственно, к терапевту. Иногда после они измеряют, после процедур, после физиопроцедур, меряют давление до и после. В 2016 году в рамках диспансеризации здесь выявили 24 онкопатологии, 20 случаев сахарного диабета, 86 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 10 с дисфункцией органов дыхания. И помогли этим людям вовремя справиться с недугами, а значит, продлить их жизнь. Поэтому на вопрос, зачем нужна диспансеризация и можно ли от нее отказаться, доктора отвечают. Я хочу ответить, что в свете существующей сегодня нормативно-правовой базы бесплатные медицинские осмотры, это, конечно, сугубо личная перехватива каждого. Но, тем не менее, если вы не чувствуете в данный момент каких-то недомоганий, это не является признаком того, что вы абсолютно здоровы. И поэтому мы советуем, приглашаем всех пациентов не только нашего микрорайона, но и вообще жителей нашего города посещать медицинские учреждения с целью прохождения диспансеризации. Субтитры создавал DimaTorzok